Что-то, видимо, пошло не так. Лучше с волосами ходить, чем лысой быть. Три разных человека мешало и замешивало эту краску. Получилось три разных оттенка. Просто яркий, выдирающий, сжигающий всю сетчатку ваших глаз пурпур. Девочки и мальчики, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна, я профессиональный парикмахер. И сегодня у нас с вами реакция на то, как девушки сожгли волосы в студии Дениса Осипова. Будут разборки между мастером и клиентом. Мы с вами решим, кто же прав, а кто нет. И разберем парикмахерскую систему гения и миллиардера Дениса Осипова, который смог построить парикмахерскую империю очень интересным образом. Давайте смотреть. Всем привет! Меня зовут Настя Клеер. И в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться своим не очень удачным, мягко говоря, посещением такого заведения, как студия Дениса Осипова. Задуматься над тем, куда вы идете, на что вы тратите деньги, какой результат в итоге вы можете получить. Это история полная... То, что я вижу у девушки сейчас на голове, кажется, как будто бы это цветное окрашивание, которое она сделала, не знаю, как минимум год назад, и оно все вот так вот вымалось. Совсем не похоже на свежее окрашивание. Права я в данной ситуации или же нет? В общем, давайте начнем с самого начала. В общем, 31 мая ночью я листала группу Дениса Осипова, и я хотела сделать себе какие-то цветные волосы, потому что до этого у меня было цветное окрашивание, и оно уже, если честно, выглядело не очень, потому что я делала его больше года назад. Я на день рождения его сделала. Так как мне предстоит поездка скоро в Париж, то я решила сделать розовые волосы. Вот то, что я хотела сделать. И эту фотографию я прислала мастеру. Девочки, хочу рассказать вам про то, кто же такой Денис Осипов. Денис Осипов – это российский парикмахер, который, на мой взгляд, он просто гениален тем, какую систему в парикмахерском мире он создал. Меня зовут Осипов Денис. На сегодняшний день у меня 9 салонов, 2 академии, в которых учатся мои же сотрудники. Сотрудников у меня 300 человек. И мы года 4 назад решили стать лучшими по окраске. И на сегодняшний день наш показатель за прошлый месяц – это 2160 окрасок на один салон. это 70 окрасок в день. Это среднестатистически 10 окрасок на мастера за смену. Хороший мастер – это 17 окрашений в день, а рекорд – 27 окрашений в день. На одного мастера за одну смену. Это потребовало полного изменения фокуса на то, как это делать. Дело в том, что обычный вид работы парикмахера предполагает либо же работать на себя, то есть саму искать клиентов, саму платить аренду, саму закупать материалы, там, пеньюары, расходники какие-то одноразовые. И либо же ты идешь, устраиваешься в какой-то салон, за все эти организационные моменты будет отвечать твой руководитель, директор, владелец салона красоты. И ты в целом, единственное, что тебе требуется, это доставить свое тело на рабочее место. Я смотрела несколько семинаров Дениса Осипова для директоров салонов красоты. И на самом деле то, что он придумал, очень гениально. Он создал такую систему, в которой мастерам хочется работать у него. И суть его системы заключалась в том, что каждый мастер, устраиваясь на работу в сеть студий, то есть это не один, не два салона, это обширная сеть по России, он может из первой категории вырасти до топ-мастера. И самое интересное, что в целом поиск клиентов, он ложится на самих мастеров. То есть в них есть специальная группа. Ты туда приходишь как новичок стажироваться, делаешь какие-то работы, выкладываешь в эту группу, и клиенты, которые хотят записаться в салон, они смотрят работы мастеров, каждый придумывает свое объявление, свои какие-то фишки, свои какие-то цветные окрашивания. И в отношениях мастер-клиент, руководство салона красоты практически не принимает никакого участия, кроме закупки материалов. То есть, скажем так, со стороны парикмахеров это очень-очень замачивающе, потому что ты не думаешь ни про какие организационные моменты, где там нанять уборщицу, как убрать в салоне красоты, где заказать повыгоднее материалы, то есть ты приходишь на все готовое, и поскольку клиенты хотят записаться именно к тебе, потому что им понравились твои работы в социальных сетях, то у мастеров появляется ощущение того, что они работают сами на себя. Но в целом в своих семинарах, вебинарах, Денис Осипов достаточно резко и категорически высказывается по поводу того, что даже если у мастера нет клиентов данный рабочий день, да, и вообще там несколько дней все равно этот мастер приходит и помогает другим мастерам. Если, допустим, клиентов совсем нет, то тогда делается обучение для салонов красоты, приглашается какой-то технолог, колорист и либо же более опытный мастер, да, более высокой категории из студии Дениса Осипова, и тогда он, получается, проводит обучение для всех тех сотрудников, у которых сегодня нет клиентов. В общем, задача Дениса Осипова держать мастеров на рабочем месте целый день, потому что у них создается ощущение, что они ходят на работу, да, при том, что им за вот этот день обучения ничего не платят. И в целом мастера, да, они постоянно находятся в салоне. С точки зрения салонного бизнеса это решение гениальное, потому что в целом мастера, которые работают на процент, они очень часто выходят под клиента, да, и то, что в студии есть большое количество обучений, каких-то мероприятий, это в целом стимулирует мастеров ходить на работу каждый день. Более того, это обязательное условие при трудоустройстве. И через несколько лет вот такое вот ведение, вот такое вот парикмахерская система, Денис Осипов пошел дальше, и он предложил из более дальних городов, мастеров, парикмахеров забирать себе, предоставляя им жилье, то есть он снимал какие-то квартиры, какое-то такое типа общежитие, хостел, вот, что мастерам нужно беспокоиться о жилье, то есть они приезжают, у них сразу работа, стажировка, то есть они целый день в салоне. И при этом он, получается, из региона забирает более, скажем так, дешевую рабочую силу, потому что, как вы знаете, цены на окрашивание в регионах России, да, и в там Санкт-Петербурге и Москве, они совершенно-совершенно разные. И очень многие парикмахерские группы в ВКонтакте, они просто пестрят объявлениями о том, что Денис Осипов, он набирает себе мастеров. И в следующий момент он создал группу в социальных сетях, где каждый мастер выкладывает свою работу, выкладывает свое объявление, таким образом создавая ощущение, что это большая команда мастеров, которые объединены под одним конкретным брендом Дениса Осипова. И в целом продвижение мастера ложится на плечи самого мастера. И может быть здесь какой-то психологический момент срабатывает, что очень многим мастерам кажется, что это очень классная, очень крутая работа, которая им позволяет и развиваться, потому что каждый день семинары, то есть они не могут свой какой-то свободный день без клиентов, пойти гулять по городу. И при этом то, что поиск клиента ложится на плечи самого мастера, также очень важен, потому что в целом им не нужно тратиться на рекламу в социальных сетях, им не нужно как-то себя рекламировать, то есть мастер сам себе ищет клиентов, но при этом он отстегивает процент салона. Честно говоря, все его семинары, вебинары можно смотреть просто с открытым ртом, потому что те вещи, которые он говорит, они на самом деле близки к гениальности. И Денис Осипов очень-очень обеспеченный человек, это известный парикмахер, который смог придумать такую систему. Честно говоря, я бы такую систему не придумала, даже если бы три дня сидела. Но с точки зрения бизнес-модели, это очень выгодно. Я прислала мастеру, которого нашла в группе Дениса Осипова. Для начала разберемся, что такое студия Дениса Осипова. Как я это понимаю? Это сеть салонов по Петербургу, по-моему, и в Москве есть, но я могу ошибаться, что она есть в Москве. Сеть салонов, в которую приглашаются мастера разного уровня, разных категорий. И только я сейчас знаю, что такое категория. И когда вы читаете объявление, по идее каждый нормальный мастер пишет свою категорию. Категория, это как раз-таки те уровни подготовки мастеров, которые есть вот такая вот иерархия. В студии Дениса Осипова и очень многих людей это заставляет держаться. Потому что чем выше у тебя категория, тем меньше ты процента даешь салону. Но хотелось бы отдельно сказать, что в целом категория мастеров и их профессионализм, это не всегда тождественное понятие. Просто по той причине, что даже если вы очень-очень опытный мастер, все равно начиная свою карьеру в студии Дениса Осипова, вы там оказываетесь на начальном уровне. В объявлении девушки Лады, к которой я пошла, этой категории не было. Если бы она там стояла, то я бы проверила в интернете, что это вообще значит. Но так как у нее это не стояло, то я и ни сном, ни духом, что такое вообще категория, какого уровня она мастер. У нее в объявлении было размещено три фотографии, на которые я собственно и клюнула. Вот эта фотография. Здесь волосы немножечко, кончики холодные под тон имеют. Я же хотела более теплые, потому что я солнышко, излучающее тепло, мне нужны только теплые оттенки. И я ей написала, что у меня собственно было. Я ей написала, что у меня было скрытое окрашивание, и я хочу сделать розовые кончики, как у девушки. Что она мне написала? Прекрасно, сделаем. То есть не возникло никаких вопросов, может она сделать или нет. И я вам еще... В целом та база, которая была у девушки, даже при том, что у нее было скрытое окрашивание, она вполне достаточна для того, чтобы сделать вот такой вот пепельно-розовый оттенок. Я такой оттенок очень часто делаю у девчонка, потому что в целом очень многие девушки хотят блонд какой-то с розовинкой. Я лично сама красилась в теплый оттенок розового, да, и розовый оттенок, он не очень капризный, потому что в целом он хорошо ложится на осветленные волосы. Даже на волосы с легкой-легкой желтинкой он ложится хорошо. Поэтому у меня нет в целом здесь вопроса, почему у мастера не возникло каких-либо трудностей, или почему она у клиента ничего не уточнила, потому что мы видим до этого просто натуральные волосы, снизу скрытое окрашивание, девушка хочет розовое омбре. Это вообще не сложная работа для опытного мастера. И нет, и я вам еще хочу сказать, как отличить хорошего, практичного мастера от неопытного мастера. Хороший мастер вам сразу скажет, что нужно посмотреть на состояние волос, нужно осветлить, и только после этого я вам могу дать какую-то гарантию, получится такой цвет, или нет. Когда вам сразу же пишут, да, отлично, сделаем, то это должно натолкнуть вас на мысль, что что-то здесь не так. Первый. Ох, как я люблю все эти клиентские рассуждения о том, что должен мастер, а что нет. Если у девушки до этого были натуральные волосы, то сделать розовое окрашивание, то есть осветить до десятого фона осветления и следом затонировать, вообще не представляет никакого труда. Да, понятное дело, когда мы говорим про выход из темного, мы не можем прогнозировать какой-то оттенок, какой получится, но для этого обычно бывают тестовые пряди. Но в целом говорит о том, что если вы ему отправили фотку натуральных волос, и он ничего не спросил, то это плохой мастер, здесь я не согласна. Первого я записалась, второго я в пятницу пришла в салон. Записалась я на 12 часов дня, и мы встретились, хорошая, положительная девушка, я ничего плохого в плане общения с ней не могу сказать по началу, то есть что мы стали делать, мы стали меня осветлять, мы осветлили меня раз, но цвет был недостаточно осветлен, потому что вот здесь было осветлено плохо, низ был осветлен хорошо, в итоге она пошла, посоветовалась, я как понимаю, главной по залу с мастером Юлией, и решили меня осветлить второй раз, уже как-то каскадно. О, девочки, вот то, что мы видим по базе, у девушки волосы осветлены где-то до оттенка 8-3-9-3, то есть это фон осветления, который явно недостаточен для того, чтобы сделать пастельно-розовый. Пастельно-розовый мы делаем на 10-м, либо на 11-м фоне осветления, и в целом фон осветления видно, даже когда волосы завернуты в фольгу, то есть можно немножко расчистить и уже посмотреть, какое фон осветление будет. Вот такое вот фон осветление должен быть, когда у нас с вами речь идет о том, чтобы сделать пастельно-розовый, но вот этот вот желток, который получился на голове у девушки, это, конечно, плохая работа, и из натуральных волос за один раз не сможешь сделать 10-й фон осветления, но это я не знаю, каким надо быть безруким. Их ниже, чтобы вы понимали, какое осветление вообще вышло, то есть здесь у меня было такие, знаете, более желтые, более темные волосы, сзади, так как у меня уже было скрытое окрашивание, как я поняла, был достигнут нужный цвет для пастельного розового, он был белый, и, собственно, меня начали красить. Как происходила окраска, так скажем? Судя по рассказу девушки, я понимаю, что ей осветлили все волосы, и то осветленное полотно, которое у нее было, и волосы натуральные. Понятное дело, что там везде получатся разные фоны осветления, поэтому опытные мастера обычно начинают осветлять с самого темного полотна. В данном случае у девушки темное полотно, это были ее вот эти вот боковые части, то есть без скрытого окрашивания. И я абсолютно не понимаю, почему, да, с учетом того, что в студии Дениса Осипова, да, практикуется такая вещь, как наставничество, что более опытный мастер, он следит за новичками в салоне, почему никто не сказал этому мастеру, новичку ладишь, что необходимо осветлять волосы, как раз-таки с самых темных участков. Это просто основа, основ любой колористики. Скажем, мы снимали это все на видео, все было весело, все веселились, все, значит, делали фотографии, видео в инстаграм, в истории, но я пришла к мастеру клади. Образовалась какая-то рядом со мной девушка Настя, я ее не знаю, но она была очень веселой, положительной. Судя по тому, что ей уже на этот фон осветления начали наносить какой-то кислотно-розовый оттенок, я понимаю, чем ее красят. Вообще, в студии Дениса Осипова и Estelle у них какая-то странная коллаборация, в общем, все цветные окрашивания, которые делаются в студии Дениса Осипова, они делают с такой вещью, как прямой пигмент от Estelle Extra, и этот прямой пигмент, он достаточно въедливый, некоторые цвета, они просто до конца не удаляются, и если розовый оттенок, он еще смывается без труда, то какие-то зеленые, синие тона, они вообще просто намертво, и нужно волосы потом срезать, как после антоцианина. Поэтому, если вы все-таки планируете делать какие-то цветные, креативные окрашивания, девочки, проконсультируйтесь вы, чем вас будут красить, и почитайте отзывы на эту краску, потому что очень многие прямые пигменты с волос потом не смываются, даже если вам сейчас кажется, что вы будете с этим цветом вечно ходить, я вас уверяю, вам рано или поздно захочется поменять оттеночек. ...стали, в общем, вдвоем меня они красить, так я поняла, Лада куда-то спешила, и девушка Настя стала мне помогать. В общем, краску первую разводила не Лада и не Настя, они обратились за помощью к Юлии, и Юля развела краску, стали окрашивать, в основном краска легла на заднюю часть волос и на эту часть волос, которую красила Лада, с этой стороны была Настя. Краска закончилась, и пошли разводить краску во второй раз, уже ее разводила не Юлия, ее разводила Лада. Стали меня уже красить новой краской. Ай, девочки, я честно пытаюсь понимать, что тут происходит. Настя пришла к Ладе, Лада дала краску, пришел Денис, пришел Джигурда, пришел Лилипут какой-то, но такое впечатление, будто бы это какой-то проходной двор. На самом деле здесь какие-то, знаете, тайные связи, как будто бы мы с вами бразильский сериал какой-то смотрим. И тут у Лады нарисовался клиент, то есть я сидела еще на кресле, у меня вообще еще ничего не готово, но у Лады уже вторая девушка. В общем, что делает Лада? Лада уходит к другой, к своей клиентке, меня продолжает красить мастер, которого я вообще не знаю, я записывала снег в ней, я записывалась к Ладе, но не суть. Краска, которую развела Лада, заканчивается. Что делает Настя? Она идет к Ладе, Лада, естественно, занята, Настя разводит сама краску. В итоге получается третий оттенок и заканчивает мне это все делать. Я не следила за временем и судя по поводу размешивания краски, в целом я всегда говорю, что если вы в домашних условиях краситесь, нужно придерживаться инструкции и очень важны пропорции. Именно поэтому не стоит нарушать пропорции, которые даны производителям. Вполне возможно, что в студии Дениса Осипова есть такая система, что на определенную длину волос есть определенное количество грамм краски, которые мастер должен израсходовать. И тюбики Estelle Extra вот по тем вот ярко-розовым оттенкам, которые наносят мастера, у меня вообще никаких сомнений не остается, что это Estelle Extra, из Estelle это единственный яркий оттенок, который только есть. То я сразу могу сказать, что оттенок будет то, что закончилась краской, пошел один мастер замешивать, второй, третий, четвертый, джигурда уже подключился. Здесь нужно понимать, что, конечно, если они с чем-то смешивают, это прямой пигмент, его не нужно ни с чем смешивать, но, наверное, они разбавляли его нейтральным оттенком, чтобы якобы пастельно-розовый получить, то понятное дело, что у разных мастеров будут разные пропорции. Я не следила за временем, к сожалению, хотя я уже в кресле сидела больше шести часов. Меня называют, я ей доверяю, я в этом ничего не понимаю. И вот прошло время, и в 20.30 меня пошли смывать волосы, мне смывает Лада волосы и говорит, что оттенок получился немножечко не такой, как я хотела. Я ее спрашиваю, а я же волосы не вижу, она мне их моет, я говорю, а какой он получился оттенок? Тот, который у тебя был примерно на корнях. Я иду, сажусь в кресло, вижу на мокрых волосах какой у меня оттенок и надеюсь на то, что когда он высохнет, он будет другой. Почему так получилось, спросите вы? Да потому что три разных человека мешало и замешивало эту краску. Естественно, получилось три разных оттенка, потому что пропорций друг друга вы не знаете. Естественно, у вас получается три разных оттенка. И ладно бы, это была бы красивая плавная пастель, нет, это был пурпур, просто яркий, выдирающий, сжигающий всю сетчатку ваших глаз пурпур. В варианте, который представила девушка, с учетом этих фотографий, я вам могу сказать, что в целом оттенок получился кислотно-розовым вместо пастельным. Но судя по фотографиям, девушка говорит, конечно, что у нее там какие-то пятна, разные оттенки, но судя по фотке, абсолютно равномерный, ярко-розовый, кислотный цвет. Глент хотел немножко другого, но никаких тут нюансов я сильно близко не вижу. Но вот уже на второй фотографии, которую она прикрепила, там где она близко держит, да, вот этот вот свои волосы, там, конечно, есть небольшая разница в оттенках. Как стель, экстрон, не разводи, все равно пастельного оттенка там не получится, потому что это очень-очень едливая краска. А каких-то других брендов в студии Дениса Осипова на тот момент, по крайней мере, не было, как сейчас, не знаю. Если вы посмотрите, все выглядит прекрасно, хорошо, потому что я фотографировалась только с этой стороны, был виден только этот цвет, сзади же был другой, и здесь был тоже другой, никакого плавного перехода, ничего не было. Больше всего меня взбесило то, что Настя, которая стояла рядом, и говорила, господи, какой красивый цвет, как я... Видимо, по моему лицу Лада поняла, что что-то, видимо, пошло не так. Пошла к мастеру, к Юле, она пришла, стала трогать мои волосы, понимать, что что-то пошло не так на минуту. Девочки, я уже окончательно запуталась в этих взаимоотношениях посреди салона красоты, кто к кому пошел, куда пошел, мне кажется, для в целом самой истории это не так важно. Уже 20.40, салон закрывается в 22.00, я сижу в кресле с 12.00, и, в общем, принимают решение мне все это дело смывать, приходит Юлия, приходит Денис, это, видимо, самые крутые мастера в этом салоне на Невском 64, я лежала на раковине, они мне мыли, в общем, они мне как-то смывали волосы, то есть брали прядь и просто ее воттерли, видимо, средством. Очень боялись, что мыть цвет уйдет в какой-то зеленый, но, слава богу, все нормально, более-менее смылось. Я вообще не поняла, на каком моменте девушка выразила недовольство, но попросить мастеров тут же смыть краску, тем более прямой пигмент, это очень-очень плохая затея, просто потому, что волосы можно очень сильно повредить. Их до этого два раза слили, потом покрасили прямым пигментом, и потом сверху, судя по тому, что они терли, они взяли вот классическую смывочку такую щелочную с порошочком, с водой, и вот это вот все тереть, как будто бы это старый носок вашего прадедушки, который нужно срочно отмыть, а то он вообще уже стоячий, где-то стоит в углу. Петь не могу, когда делают смывку на мокрые волосы. Клиент, очевидно, сам настоял на том, чтобы ему смыли этот оттенок, потому что она хотела пастельно-розовый. Честно, в ситуациях, когда клиентам не нравится какой-то оттенок, они истерят, просят что-то смыть, я лично считаю, что лучше остаться с более ярким оттенком, с более интенсивным, но зато со всеми волосами, чем тут же взять их и третий раз в день осветлить порошком. Лучше с волосами ходить, чем лысой быть. То есть пока они мне смывали, потом они мне сделали восстанавливающую маску, потому что волосы могли уйти полностью вообще в мочалку. 22-20, я за временем вообще уже не следила, у меня уже истерика. Мне стерли волосы до пастельного цвета, стали сушить, и когда мне сушили, волосы мне падали немножко на лицо, и просто началась истерика, просто потому что я понимала, что я на кресле уже сижу больше 10 часов, салон закрывается, исправить все это трехцветное безобразие мне никто не сможет, все хотят домой, я сама хочу домой. Началась истерика, в целом это было достаточно ожидаемо, и мастера, хоть они бы исправляли эту ситуацию, хоть нет, истерики здесь было не миновать, потому что клиент понял, что ему сделали не тот оттенок. Но очень важно также основать, что если в данном случае пойти на поводу у клиента, если бы у девушки были чуть более тонкие волосы, природа, чуть более тоненькая такая структура, то волосы вообще могли бы остаться в мойке. Конечно, здесь изначально косяк мастеров, что они ей взяли вот этот экстроп, попытались чем-то разбавить, как-то нанести, но понятное дело, что это не сработало. Но то, что мастера, на мой взгляд, пошли немножко, да, на поводу клиента, здесь как бы и сыграло роковую роль. Домой. Я уже, я когда уходила, я просто заплакала. С меня сняли полную стоимость тех услуг, которые должна была сделать Лада, и я все заплатила. Поэтому я заплатила все без вопросов, тем более, что когда мне сказали, что нужно платить, у меня на голове было еще какое-то средство, я не знала, что получится, я заплатила все, чисто, чтобы от меня отстали. По поводу того, что они попросили заплатить ее, пока на ней еще какое-то средство, это очень правильный ход, потому что, в целом, мастера уже наверняка понимали, что если клиентка увидит вот это на своей голове, платить она откажется, с ней работали целый день, поэтому это такую хитрость очень часто используют в салонах красоты, когда видят, что клиент чем-то недоволен, и либо они поняли, да, что она не заплатит, если она уйдет с ярко-рослыми волосами, поэтому они ей что-то нанесли какой-то порошочек, попытались это все смыть на мокрые волосы, чем очень сильно, да, подпортили структуру и сказали, плати, дорогая, в кассу, сейчас будет тебе пастельно-розовый. В итоге, естественно, ничего хорошего не получилось, и его тонировали, тоже, чтобы был плавный переход, но с одной стороны у меня такой жемчужно-розовый, с другой стороны у меня там теплый розовый, с третьей, с другой стороны, в общем, это все выглядело ужасно, и в итоге, когда я вышла из салона, от Лады я не получила никаких извинений, ладно, если ты как-то стесняешься сказать, там извинили, еще что-то, написала бы хотя бы ВКонтакте. По поводу волос и того, как оно вымылось, да, даже спустя вот одну коррекцию, которой девушка, да, договорилась со студией Осипова, ну, очевидно, да, что любой дешевый прямой пигмент вымывается так. Большинство девчонок, которые ходят на улицу после цветных окрашиваний, они выглядят так. В целом, здесь косяк именно в самом фоне осветления, потому что изначально он был неровный, соответственно, цвет лег провалами, когда он интенсивно розовый был, этого не было видно за счет насыщенности цвета, но когда более пастельный оттенок, то вот это все так выглядело. В идеале розовый он должен уходить вообще без единого следа, то есть плавно и плавно выходить в блод, но в случае использования вот таких вот прямых пигментов от Estelle очень часто бывает такое, что цветные оттенки до конца не выходят, но, конечно, здесь косяк именно изначального осветления. Если бы было бы нормальное осветление, ровное, красивое, амбре, без вот этих вот желтых, оранжевых прядей, без вот этих вот грязных переходов, ситуация была бы куда лучше. Нет, нет вообще ничего, все как и должно, собственно, быть. В итоге я отходила два дня с пучком на голове, в понедельник же я пришла, мне Юля затонировала волосы, сидела я там, ну не знаю, два-три часа, там это уже, знаете, для человека, который присидел в кресле больше десяти часов, что такое, два-три часа, она мне все хорошо затонировала, то есть результат, конечно, был не тот, который я хотела, но... Девочки, я еще проорала с момента, когда девушка говорит, ну почему же мастер не нашла меня в социальных сетях, и не извинилась. Я, конечно, извиняюсь, но если она пришла на коррекцию, заплатилась за материал, мне кажется, что мастеру тут уже не за что извиняться, тем более коррекцию делал совершенно другой человек. хотела, но исходя из того, из какого цвета мне выводили мои волосы, какой в итоге получился, я посчитала, что нужно довольствоваться малым и сказать спасибо и на этом. В итоге она затонировала, посушили волосы, для меня было большим удивлением, что она предложила мне подстричь мои кончики, я сказала, да, конечно, поделать и как-то это исправлять. Вот к Юле у меня никаких вопросов не было, то есть она мне затонировала, подстригла, маслом мне кончики намазала, все вообще шикарно, и когда я вышла из салона, я потрогала волосы, я думаю, господи, слава богу, у меня не сожглись волосы, нет никакой мочалки. Волосы не могут не испортиться, если их за один раз, три раза осветляют, поэтому то, что в студии уже на коррекции, недовольному клиенту нанесли большое количество масел, всяких уходов и так далее, это абсолютно не значит, что когда вы дома помоете голову, с вашими волосами все будет окей. Это сделано для того, чтобы вы просто заплатили. В целом, то, что салон взял с клиента материалы за исправление, это достаточно частая практика. В очень многих салонах красоты у нас почему-то люди в постсоветском пространстве привыкли к такому постулату, мол, клиент всегда прав, и очень многие люди в комментариях возмущались, ну как-то так, как они могли взять себя за коррекцию этого неудачного окрашивания, но вот такая вот политика очень многих директоров салонов красоты. Именно поэтому они ездят на очень дорогих автомобилях, а мы с вами на троллейбусе. Началки, и все хорошо. Вот, отходила я вот с такими волосами примерно пару дней. Естественно, у нас на улице было жарко, нужно было мыть голову, она потеет, я помыла голову, и половина цвета у меня смылась вообще. То есть, вот как у меня было, здесь немножечко с таким фиолетовым оттенком, но все это смылось. И когда я стала сушить волосы, я поняла, насколько они жесткие. В целом, то, что ее затонировали в более темный цвет, ну, очевидно же, да, что она смоется, потому что база, как мы видели у нее, желтая, как будто бы этот свежеродившийся цыпленочек. Поэтому ничего удивительного в том, что салон попытался как-то решить ситуацию, да, максимально дешевым для себя способом. Простым лишь бы клиент этот просто взял и отстал. Волосы мои превратились в мочалку, в солому. Естественно, я почитала в интернете, что делать, потому что с таким я никогда не сталкивалась. Мои всегда, мои волосы всегда были хорошими, гладкими, шелковистыми, свежими, потому что я за ними слежу. Сзади же у меня полнейшая мочалка. Волосы постоянно путаются, их нельзя никак, их очень сложно расчесать. Девочки, не всегда так нравится, когда клиенты 10 раз просят, чтобы их перекрасили, но очевидно же, что мастера уже почти под конец рабочего дня в 3 руки или в 4 руки начали перекрашивать именно из-за того, что клиенту не понравился пастельный оттенок. Клиент же должен был понимать, что в данном случае при исправлении крашивания мы выбираем либо волосы, либо оттенок, просто по той причине, что нельзя несколько раз за день осветлить волосы, чтобы это прошло бесследно. И теперь мы сложим жалобы о том, что волосы очень испорчены. Но если ты так тесешься за качество волос, зачем нужно было исправлять эту всю гальмачу, которую натворили, да, сделали плохое окрашивание, да, неровный фон осветления, но наивно полагать, что люди, которые сделали на натуральные волосы первый раз какое-то неудачное окрашивание, то второй раз они исправят удачно. Нужно просто брать свои манатки и бежать в другой салон кресты к какому-то проверенному парикмахеру. На ощупь это вот солома, другого мне ничего не сказать. И, то есть, в итоге эта тонировка, она каждый раз смывается. Вот сейчас у меня волосы после третьей помывки. То есть, у меня была раз помывка, два помывка, три помывка. Вот какого цвета у меня волосы. Сейчас розовый полностью смывается. По поводу того, что розовый полностью смывается, девушка, конечно, преувеличила, потому что на вот этих вот выбеленных концах там этот розовый плотненько засел и он с тобой еще будет долго. Вот, но когда она в бок поворачивается, ну, там, безусловно, безумно грязное эмбре, такое впечатление, будто бы взяли под линеечку эту линию провели. Очень грязная, очень некрасивая работа и, конечно, розовое эмбре не должно так смываться. И здесь, конечно, проблема первого мастера в том, что она осветлила все волосы вместе, абсолютно не сделав никакого перехода. Волосы сейчас смываются в светло-русый оттенок с розовым подтоном. Две-три... Светло-русый оттенок, дорогая! По-моему, у нас с тобой разный взгляд вообще на цвета. Какой это светло-русый оттенок? Этот блонд, он такой же белый, как стена позади тебя. Он супер-супер белый. Да, там есть розовинка, но посмотрите, какой русый оттенок. Вы знаете, может быть, это та категория клиента, который уже видит отпадающие волосы, но все равно говорит своему парикмахеру, хочу еще белее. Три-три помывки и все вообще смоется, ничего не будет. И могу сейчас красить волосы, потому что я понимаю, что они превратятся вообще в денег-мочалку. И, к сожалению, сейчас я понимаю, что мне придется обрезать все эти волосы, которые мне осветляли. Как говорит моя мама, слава богу, что у меня хватило мозгов осветлить только кончики, а не корни, иначе... Ох, как мне нравятся эти рассуждения по поводу того, что только кончики. Ничего, что там 60% волос осветлено. Очень многие люди считают, вот, кстати, которые делают цветные крашивания, и не считают, что однотонный блонд это очень-очень вредная вещь. Но зато, как взять три раза за день бахнуть, короче, на волосы какую-то осветляющую смесь дешевую, да, от Estelle, это мы можем. А вот корни красить, ну, очень прям вредно. Поэтому красное окрашивание очень часто с волосами у них, конечно, беда. Вот. Просто потому, что постоянно вот эти смены цвета туда-сюда, туда-сюда, они очень сильно портят волосы, поэтому все-таки, если вы хотите какое-то яркое окрашивание, лучше выбрать один оттенок и годами просто одной и той же краской, одним и тем же брендом его поддерживать. Корни, иначе непонятно вообще, как волосы бы росли, что вообще с ними бы стало. Сейчас же через неделю у меня поездка в Париж. Ну и вот девушка решила нам показать, что у нее на камере откровенно видно, что плохое омбре, абсолютное отсутствие прихода, где-то, конечно, более розоватые пряди, но к концам они вообще не русые, не знаю, где там девушки померечился русый оттенок, знаете, некоторые блондинки, все, что не белое, им кажется, что это все русое-черное, но камера, наверное, холодит оттенок, потому что он прям такой, какой-то баклажаново-фиолетовый, омбре, безусловно, ужасное. Почему-то мне кажется, что то объявление, которое у нее стоит на странице, эти три фотографии, почему-то мне лично так кажется, что это даже не ее фотографии были в итоге. Ну, в целом, если взять и сделать поиск по картинке в гугле по поводу этих фотографий, то становится очевидно, что вряд ли мастер из студии Дениса Осипова временно проживает у нас в Лос-Анджелесе. И то, что мастер использует чужие фотографии, ну, наверняка же студия Дениса Осипова про это знают, да, они же знают, какой интерьер у них у салона. Раскрутка мастера в самой вот этой вот капсуле Дениса Осипова, она ложится на плечи самого мастера, поэтому они ставят вот такие вот. Давайте подведем итог этой ситуации. В студии Дениса Осипова очень-очень дешевые цены. На креативное окрашивание у них тоже очень дешевые цены, потому что они используют вот эти прямые пигменты от стены, они стоят вообще копейки, буквально несколько долларов. И именно это позволяет им наполнять свою инстаграм-ленту какими-то яркими окрашиваниями. И очень многие девчонки, студентки, какие-то молодые неформальные девушки, они хотят сделать себе какое-то креативное окрашивание. И вот поэтому они идут в такую студию, тем более, что там привлекательная низкая цена. Но нужно понимать, что за низкой ценой стоит также еще и зарплата мастера, который работает, и расходники, и так далее. И получается, что качество самой услуги оно стоит очень-очень мало. Хотелось бы еще сказать, что в зависимости от ранга мастера, у них, конечно же, и разные цены, но в любом случае, если сравнить с ценами по России, то это очень-очень низкий ценовой сегмент. Сам Денис Осипов держит низкие цены, чтобы показать, что в этом салоне красоты более низкий ценовой сегмент, соответственно, привлекает клиентов не только красивыми работами, но и низкой ценой. В основном, два вот этих фактора, они срабатывают как бомба и выстраивается очередь из потока желающих попасть на какое-то креативное окрашивание. Здесь со стороны клиента, конечно, тоже были ошибки. И самая главная ошибка это как раз таки то, что если вы печетесь в качестве волос, если вы видите, что вам набокопорили, не нужно просить этого же мастера исправить. Честно говоря, проще как-то договориться с мастером о том, чтобы вы там материалы только оплатили или 50% стоимости, взять там оставшиеся деньги, что-то добавить и пойти к нормальному мастеру, чтобы вам это все исправили, чем портить свои волосы. Ну и, конечно, я думаю, что вам было интересно послушать про империю российского предпринимателя. Напишите, пожалуйста, что вы думаете про эту ситуацию, про Вали девушка или про в салон, который пригласил ее на коррекцию, взял с нее деньги за материалы. Как вы относитесь к тому, что мастера, когда что-то накосячит, они все равно берут стоимость материалов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!